Сегодня мы все наблюдаем за развитием событий в Китае, где вирус штамма 2019 NQV забирает все больше и больше жизней. Что известно, на сегодняшний день инфицировано во всем мире более 8 тысяч человек. В России на данный момент не зарегистрировано ни одного заболевшего. Это безусловно хорошо, однако по неподтвержденным данным имеют место двое инфицированных жителей Китая в Амурской и Тюменских областях. Как и все вирусы этого семейства, данный штамм имеет особую любовь к легочной ткани. Проникая через бронхи в легкие, он вызывает их воспаление, пневмонию, что является самым грозным осложнением данного вируса. Считается, что источником заражения могли стать летучие мыши, змеи. На данный момент никакой точной информации не существует. Чтобы не заразиться, мы можем предпринять только общие меры профилактики. Мыть руки перед едой, после посещения людных мест, не посещать места скопления большого количества людей. Выходя на улицу, мы можем одевать маски, однако мы не можем точно сказать, что они эффективны. Маски-респираторы работают в течение двух часов, обычные же маски работают в течение 30 минут. И они больше защищают окружающих людей от вас, чем вас защищают от окружающих людей. 30 января Министерство здравоохранения выпустило методические рекомендации для врачей, где было указано три препарата, которыми можно лечить больных с данным видом штамма. Однако их нельзя использовать в профилактике этого заболевания. Они обладают, помимо большого спектра действия, еще и большим спектром побочных эффектов. Поэтому не стоит бежать в аптеки и сметать их с прилавков. Кому стоит проявить особую бдительность в данный момент времени? Пациентов с хроническими заболеваниями. Например, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, больным с первичным или приобретенным иммунодефицитом. Кроме того, больные, которые принимают иммунопонижающие препараты. Существует очень много мифов и страхов вокруг этого вируса. Возможно, они имеют под собой почву. Однако, заразиться, например, через слизистые желудочно-кишечного тракта или слизистую глаз крайне сложно. Даже, точнее, скорее всего, невозможно. Если бы вирус поражал эти виды тканей, то у нас бы он проявлялся либо расстройством желудочно-кишечного тракта, либо же банальным конъюнктивитом. Поражается легочная ткань, поэтому, скорее всего, путь заражения воздушно-капельный. В интернете очень много постов по поводу того, что можно заразиться, если ты заказываешь посылку из Китая. Это маловероятно, потому что вирус крайне неустойчив во внешней среде. Однако, вирус может повлиять на посылки из Китая. Мы заказали лампочку для проектора, и она все еще к нам не приехала, потому что китайские власти усилили контроль за перемещением товаров из-за эпидемии.